Всем привет и добро пожаловать на highnews.ru Вы смотрите 222 выпуск нашей информационной программы И сегодня мы поговорим об искусственном интеллекте, создающем фейковые видео, инвалидной коляске, управляемой взглядом и многом другом Итак, поехали! Компания Fisker Automotive, недавно объявившая о создании люксового седана, способного потеснить с позиции Тесла, продолжает работать и в других направлениях Недавно компания представила проект беспилотного шаттла, способного самостоятельно переводить пассажиров в умных городах Пока про шаттл практически ничего не рассказывают, известно лишь, что разработка ведется совместно с китайской компанией Hakeem Unique Group Шаттл будет называться Orbit и после выхода будет иметь все шансы на то, чтобы стать общественным транспортом нового поколения По сравнению с другими подобными автобусами, в нем будет больше посадочных мест Кроме того, внутри салона установят большой дисплей, на котором будет отображаться текущий маршрут с остановками Fisker отмечает, что долго ждать Orbit не придется На дорогах умного города Hakeem Unique автобус появится уже в конце следующего, 2018 года С каждым днем новостей об искусственном интеллекте и его достижениях становится все больше Недавно Nvidia научила искусственный интеллект создавать убедительные фейковые видео Она способна на лету преобразовать видеоролики в корни, меняя их содержимое А получается это у ИИ настолько хорошо, что отличить фейк от реальности очень и очень сложно К примеру, в системе отдают видео, снятое на автомобильный регистратор в зимнее время года ИИ тщательно изучает его и меняет ледяной ландшафт на летний Работа алгоритма основывается на использовании генеративно-состязательной сети По словам разработчиков Nvidia, они занимались исследованием в области автоматической раскраски фотографии Но в итоге получившаяся система вполне научилась справляться с обработкой видеофайлов Причем делать это она может на весьма качественном уровне Только представьте себе, на что будет способен ИИ лет через 10 Уже нельзя будет с уверенностью сказать настоящее перед нами видео или же поддельное Ведь искусственный интеллект уже сегодня способен, например, подделывать записи людей Адаптируя их мимику под совершенно другие слова Как сообщает издание Guardian, управление с перспективных исследовательских проектов США DARPA приступило к разработке оружия на основе геноинженерии Для работы над проектом ведомство выделило 100 миллионов долларов США Новое оружие будет редактировать геном живых организмов таким образом, что они не смогут воспроизводить потомство Стоит заметить, что на данный момент проект рассчитан на борьбу с малярийными комарами, грызунами и другими видами фауны, представляющими опасность для человека При этом представители Организации Объединенных Наций уже выразили крайнюю обеспокоенность такими действиями со стороны DARPA Ведь подобные технологии могут быть использованы и в военных целях Российские ученые на базе научного исследовательского центра Курчатовский институт разработали инвалидную коляску нового поколения Она даст возможность своему владельцу управлять движениями, взглядом или же просто считывая сигнал головного мозга Коляска снабжена приборами для регистрации направления взгляда, а также электродами для считывания мозговой активности Устройство работает следующим образом Перед пользователем расположен дисплей, на котором вводятся необходимые команды Чтобы активировать нужную, достаточно просто посмотреть на нее Другой способ управления подразумевает использование специального шлема с электродами В таком случае экран не понадобится и пользователь сможет управлять коляской силой мысли В 2017 году Volkswagen планирует запустить в Германии собственный сервис перевозки пассажиров MOIA Для которого и был разработан шестиместный мини-автобус в функции автопилота Внутри салона имеется Wi-Fi-розетка с LED-подсветкой и мягкие кресла, которые позволяют пассажирам чувствовать себя как дома Узнать о времени прибытия, занять место и оплатить поездку люди смогут с помощью специального приложения для смартфонов В 2025 году Volkswagen планирует выпустить около миллиона таких беспилотных мини-фургонов для американского и европейского рынков На одном заряде автобус может проехать до 300 км, а его батарея заряжается на 80% всего за 30 минут Поездка на новом общественном транспорте обойдется дешевле такси, ведь тут речь идет не об индивидуальном заказе, а о совместной поездке на небольшом электробусе В Европе первые электробусы MOA появятся уже в начале следующего года, а до США доберутся к концу 2018-го А на этом все, с вами была Фрост, ждите следующий выпуск ровно через неделю, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok